Live English, Sunnay Jazzy! Всем привет! С вами Live English, Sunnay Jazzy. Меня очень часто спрашивают, как сделать так, чтобы слова запомнились, запомнились надолго и легко воспроизводились. То есть можно было легко их вспомнить и построить с ними то или иное предложение. По этому поводу у меня есть целая статья, и она будет под этим видео. Пожалуйста, пользуйтесь, читайте, применяйте в своей практике. А также я вам сегодня расскажу об одном замечательном приложении, которое называется AnkiDroid. И оно позволит вам самостоятельно создавать целые папки слов, и вы можете каждый день пользоваться им, практиковать, тренировать свой английский, например, когда вы стоите в очереди, или у вас выдалась свободная минутка, или вы отдыхаете в парке. В общем, в любую свободную минутку вы можете обратиться к этому приложению и потренировать свой английский. Итак, приложение AnkiDroid. Выглядит это приложение вот таким образом. Вы можете его видеть. Такой файлик с голубой звездочкой. Устанавливаем это приложение. Затем перед вами открывается поле рабочее. Нам нужно будет создать новую колоду слов. Поэтому мы начинаем с того, что нажимаем на плюсик. Нажав на плюсик, перед нами открываются наименования категории создать колоду, первое самое, затем загрузить колоды и добавить новую заметку. Для начала мы с вами создаём колоду. Нажимаем. Ну, давайте назовём её прилагательные. Без прилагательных мы с вами не можем красиво говорить по-английски, так как они требуются нам везде. Итак, прилагательные. И вы видите на экране, на рабочем поле, что у вас появилась колода с прилагательными. Дальше. Она у нас подсвечена серым цветом. Снова нажимаем на плюс. И теперь уже выбираем пункт «Создать заметку», создать запись. Add node в моём варианте, так как у меня телефон на английском языке. Итак, открывается поле с двумя графами. Front или лицевая сторона и back, то есть оборотная сторона. Мне кажется, резонно на лицевой стороне, поскольку она первая будет открываться, печатать на русском языке, а вот уже на оборотной я подскажу, что мы будем делать. Итак, ну, например, берём слово «взволнованный», «взволнованный», «воодушевлённый». В оборотной строчке мы пишем «excited» и нажимаем на галочку. Да? То есть, когда вы нажмёте на галочку, у вас это слово сохранится, и далее я покажу, что делаем дальше. Это ещё не всё. Нажимаем Enter. И обязательно необходимо показать, как же это слово функционирует в речи. Для этого всегда пишите примеры со словосочетаниями или предложениями. Давайте напишем такое предложение. I am excited. I am excited. И зададим вопрос. Are you excited now? Are you excited now? Question mark. Да. Теперь мы видим это слово в контексте. И будет легче понять это слово. Даже если вы забыли, то, прочитав предложение, вы можете воспроизвести его значение в памяти. Но это ещё не всё. Вы также можете прикрепить какие-то картинки к своему слову. Ну, например, нажимаем на скрепочку, и у нас появляется ряд подкатегорий. Добавляем фотографию. Фотографии у меня уже закачаны, поэтому я захожу в галерею и выбираю фотографию, которая будет иллюстрировать это слово. Вот она. И я нажимаю на галочку. Окей. Да. То есть мне говорят, что у меня фотография большего размера, чем нужно, поэтому сейчас мы её немножечко уменьшим. Да. Вот. И сохраняем. Снова сохраняем. Итак, и вот у нас уже к существительному на русском, к прилагательному на русском языке прилагается фотография. Но и это ещё не всё. Вы также можете загрузить звуковое сопровождение своего файла. Так, например, в английском варианте давайте подгрузим голос. Нажимаем на скрепочку в английском варианте в строке оборотная сторона back. Выбираем record audio, записать аудио. И записываем. Excited. I am excited. Are you excited? Excited. I am excited. Are you excited? Записали и снова нажали галочку. Ну всё, наша с вами карточка готова. Нажимаем на галочку и возвращаемся в главное меню по стрелочке. А теперь посмотрим, что будет дальше. Нажимаем прилагательный. Перед нами слово взволнованный. Взволнованный, воодушевлённый. Перед нами открылась картинка. Вспоминаем. Да, это excited. Проверяем себя. Нажимаем show answer. Excited. I am excited. Are you excited? Да. И если вы хорошо это усвоили, то вы нажимаете на good. Если вы свободно это слово вспомнили, нажимаете на easy. И если вы совсем не помните это слово, нажмите на again. И это значит, что в этой колоде карт прилагательных это слово вам ещё и ещё раз будет предложено для воспроизведения. Нажмём сейчас на good. Мы его запомнили. И таким образом вы пополняете свою колоду и учите слова. Возвращаемся назад в главное меню. Давайте ещё запишем одно слово в нашу колоду карт прилагательные. Итак, выделяем прилагательные, нажимаем на плюсик и выбираем добавить заметку, добавить слово. Давайте возьмём слово истощённый, измождённый. В конце рабочей недели, как правило, мы все очень уставшие. Не просто tired, а именно exhausted. Именно это слово мы попробуем запомнить. Итак, истощённый пишем в графе лицевая сторона. Истощённый, измождённый. И в графе back мы записываем с вами exhausted. И, конечно же, пример. I am so exhausted. I had a very busy week. I am so exhausted. Exhausted. I had a very busy week. Не будем ничего прикреплять, никаких картинок, хотя вы тоже это можете сделать. Просто нажимаем на галочку. Вуаля! Возвращаемся в главное меню. Ну и давайте посмотрим, как же мы будем с вами работать с этими словами. Нажимаем прилагательные. Ага, у меня вылетела оборотная сторона. Читаю предложение, вспоминаю перевод. Слово an unrelenting struggle у меня здесь. Сложное слово категории C1, то есть уровня продвинутого. Смотрим ответ. Да, жестокий, неумолимый, безжалостный. Я знаю это слово. Easy. То есть нам сейчас выдалась оборотная сторона. Вам нужно вспомнить, как это по-русски. Взволнованный. Проверяем. Нажать на ответ. Да, взволнованный, воодушевленный. И у нас есть картинка. Easy. Нажимаем на easy. Следующее слово. Истощенный, изможденный. Вспоминаем. Ага. Exhausted. Exhausted. I'm so exhausted. I had a busy week. Вот оно. Нажимаем easy. Потому что easy. На данный момент. Да. Show answer. Еще разочек у нас оно вылетело. Good. Теперь наоборот. Вылетело на английском языке. То есть вам данная программа предлагает слова в разных вариациях. Русский, английский, английский. Русский. Опять русский, английский. И только когда вы все нажмете easy, 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 это значит вы выучили эти прилагательные и программа больше не будет вам их предлагать. Вы молодцы. Well done. Good job. You have coped with everything. Все классно. Вы справились. Ну что. Надеюсь, данные советы помогут вам прогрессировать в изучении английского языка. И помогут вам строить предложения, используя как можно больше новых слов и тех слов, которые вы уже знали, но не могли их вспомнить. А благодаря этому приложению вы научитесь их быстро вспоминать. Всем до встречи. Пока. С вами была Анна Джези.